Эксперт-уикенд. Комментарии топ-спикеров на актуальные темы с Артёмом Остапенко. Всем привет. Вы на этот раз слушайте АРУ-ТВ. Это наш экспертный подкаст с Артемием Троицким. Артемий Киевич, здравствуйте. Да, Артём, привет. Ну, я, честно говоря, с трудом изучил многотомную историю взаимоотношений Шнурова и Собчак. Ну вот, все обсуждают сейчас этот эпизод с ними в главных ролях. Не кажется ли вам, что это просто, ну, вот такое вот заваливание повестки каким-то информационным шлаком? В общем, создание инфошума. Ну, я не думаю, что тут можно рассматривать какую-то такую глубокую конспирологию, что вот, как бы, надоело говорить про Украину, про Чечню и так далее. И вот, насти вам, ребята, такую лакомую кость. Думаю, что нет. Думаю, что это была личная инициатива Шнурова. И надо сказать, что, в общем-то, трюк явно, Сергей, не удался. Не удался, потому что, ну, вот я совсем недавно заходил в YouTube, где выложен этот самый клип под названием, я уже не помню, Шарманщина или Шарамышина, или как-то там еще. И я заметил, что с тех пор, что его выложили, я прошел уже дня два-три, как минимум, за все это время его посмотрело всего-то навсего 240 тысяч человек. Это очень мало по сравнению со всякими известными ленинградскими хитами, с теми этими глобутенами, Питере, Питере и прочее, и прочее. Это посещаемость, ну, я думаю, раз в 10, а то и раз в 50 меньше. То есть, явно народ особо на это дело не клюет. Более того, из 240 тысяч людей, посмотревших этот клип, понравился он только 8 тысячам, 8 тысяч. Совсем низкий показатель этих самых лайков. В общем, песня явно не произвела впечатления на публику, в том числе даже на шнуровских поклонников, потому что я уверен, что в первую очередь, естественно, спикировали на этот клип те, кто творчество Шнурова Сергея очень любят. Вот, в общем, не покатило категорически. Я прекрасно понимаю этих людей, потому что, ну, во-первых, шнуров там сам не показывается, песню не поет, в отличие от песни про ленинградский мусор, поет там какая-то варшня, никому неизвестная. Но шнуров там явно выступает в качестве продюсера, а также автора, я так понимаю, музыки и текста. В общем-то, музыка малогоразительная, текст скандальный, сомненно. Но, опять же, про Ксению Собчак, в принципе, можно писать довольно много всяких достаточно смешных, в то же время серьезных и таких непошлых вещей к критическому духе. Снова все тут идет по самому такому хамскому пути. То есть, вместо того, чтобы говорить, там, скажем, о политической продажности Ксении Собчак, о ее общей такой конъюнктурности, патологической хайпажорности и так далее, вот, он начинает делать упор на ее личную жизнь, на личную жизнь Ксении Собчак. Конечно же, личное дело Ксении Собчак. С кем она живет, как она живет, от кого она детей рожает и так далее. В общем, вышло это, как мне кажется, очень по-хамски, и даже, я бы сказал, не по-мужски. В общем, при том, что я лично не испытываю больших противопоказаний ни к Шнурову, Сергею Собчаку, Ксении, в этом конкретном эпизоде их противостояния, я скорее на стороне Собчак, поскольку песенка, ну, скажем так, возмутительная. Хотя принимать это все близко к сердцу я никак не могу, потому что эти персонажи, в общем-то, мне достаточно безразличны. Ну да, просто непонятно, зачем это Шнурову. На его уровне вроде человек в пределе, человек там за новой какой-то славой не гонится. Зачем вдруг ему взять и такую хамскую песню про Собчак написать? Ну вот я вот думаю, что тут дело в том, что Шнуров, он не совсем предел. То есть у него имеется сейчас такая довольно высокая должность. Он генеральный продюсер телеканала «Артивиан». Канал этот мелкий, с минимальным рейтингом, очень умный, непонятно, кому принадлежащий. В чем выражается Шнуровская работа на этом канале, непонятно. Но это явно, опять же, не та стихия, в которой Шнуров привык купаться. То есть он любит, чтобы кругом была публика, чтобы кругом было много шума, чтобы он был героем и в эпицентре событий и так далее. А вот с этим отстойным провинциальным каналом, каким-то израильско-американско, вообще непонятно каким. В общем-то, никто его любимого и прекрасного не замечает. Я думаю, что поэтому он как раз и решил тряхнуть старину и начал снова писать песни. И вот тут вот второе обломо – это то, что песни неприятно не получаются. Песни не получаются, группы нет. Думаю, что Шнуров, в общем-то, это мог себе представить, потому что, собственно, у него не получаться-то стало еще раньше, из-за чего он, собственно, группу и распустил. Но в этот раз, к сожалению, второго дыхания поймать не удалось. Так что Шнурову в этом смысле можно только посочувствовать, ну, если ему, в принципе, вообще сочувствовать. Что касается Доксинии Сообщак, то мне кажется, что она находится примерно в таком же положении, как и Шнуров, может быть, чуть лучше. То есть есть у нее телепрограмма. Какие рейтинги у этой телепрограммы, я не знаю. Периодически слышу какие-то ссылки о тех интервью, которые она берет до одного-то известного персонажа. Но, опять же, по сравнению с тем вниманием, которое Сообщачка к себе привлекала на количество лет тому назад, это, конечно, жалкие остатки. Так что имеем тут двух, как говорится, сбитых летчиков, которые при этом пытаются поднять свой рейтинг путем выяснения отношений друг с другом. Ну, инициатива тут явно у Шнурова, и надо сказать, что инициатива эта в данном случае, по крайней мере, будет наказывать. Хорошо, ну, вот, я думаю, эту тему мы уж точно исчерпали. Спасибо вам за комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok